всем привет друзья подписчики и кто просто просматривает мой канал всем привет друзья ну что давайте продолжим знакомиться с этой игрой многие попросили показать дальнейшем что там происходит ну что как видите город я уже более-менее так себе построил немножко расширил давайте посмотрим приблизительно так вот такой город я как в многих видео и про битву за трон тоже самое снимал что изначально вам вообще можно ничего не строить конечно будет понемногу край золото ну а так в принципе сейчас можно и не заморачиваться есть атаки атакуют немного но я так понял если находишься в игре я так не видел принципе может быть и бывает ну что друзья давайте посмотрим что у меня сейчас на данный момент происходит в игре очень удобно все плавненько я играю через джойстик xbox а принципе я и играю через xbox но передаю все на свой ноутбук очень удобно кто не знает пишите в комментариях скажу как подключить потоковую передачу очень удобно и можно спокойненько приближать уменьшать короче говоря очень даже удобно то что мне не нравится что в этот кружок посередине но это не так сильно и раздражает так ну что немного я шахты улучшил как я и говорил всегда что старайтесь шахты не особо улучшать изначально потому что они тоже требуют ресурсы давайте посмотрим сколько например на стоит сейчас у меня она у меня третий уровень и стоит на 6 часов и 6000 и смотрите по времени она конечно многовато 1 час 30 минут на нее времени честно говоря не хочется тратить задача сейчас вот прокачиваю я в основном казну здесь я не вижу здесь хлеба нету вроде бы пока может со временем появится так а в основном улучшая сейчас казну сейчас здесь все в основном в игре все завязано на золоте очень удобно потому что если как бы в битву за трон играем там нужно нам и хлеб качать собирать и воинов за хлеб прокачивать а тут что удобно давайте зайдем посмотрим что у меня сейчас происходит здесь воинами сделаем одну атаку обязательно и смотрите видите все идет за золото очень удобно мне очень нравится первое видео у меня не удачно получилось я не отключил звуки конечно это неудобно меня не слышно но сейчас я выключил всю музыку звуки эти спецэффекты они не нужны тут так ну что я улучшил типа это наш рицарь есть вот такой уже лучник сначала он кидался камнями теперь его сейчас улучшаю стало сколько еще два часа 28 минут и будет вот такой прикольный лучник по поводу конницы я сделал пару атак не очень мне понравилось может быть слабенький уровень все-таки второй даже десять тысяч не хочется на него тратить если так честно ну по-любому я буду всех прокачивать их на предел пробовал и вот этого воина и он вот имеет вот в руках держит такую банку склянку он бежит например к стене и потом взрывается и вообще все стены сносит полностью если походит зданию например ну не знаю ну даже к этому зданию подходит уничтожает очень быстро если его прокачать на предел будет конечно путевый со временем конечно все всех войнах я протестирую но в основном я такую сейчас вот этими рыцарями они тут бегают по по городу так ну и в основном вот эти ловушки тоже здесь есть ловушки я еще пока не улучшал 30 минут наверное может быть я вот если достроиться например одна казна сколько там осталось 15 минут 41 секунда я наверное поставлю либо еще одну казну потому что тут она есть у меня будет уже такая более-менее симпатичная она каменная уже три часа многовато ну что делать мне пока лимит еще по золоту потому что если улучшать замок сейчас конечно симпатичный замок такой же каменный уже дополнительные там и воины будут и видите тому же и всадники будут что-то такое будет дополнительно но его там еще будет у нас все казна и все остальное ну и он еще каменной тоже башни лучников тоже будет прикольно ну а тут соответственно еще дают кита воинов какие-то сооружения еще так ну и давайте посмотрим вот такая вот канитель 21500 5 часов строится катапульта ну потом со времени она уже как превращается в пушку ну потом мы посмотрим вот это тоже катапульта может быть это не катапульта а вот катапульта а это типа арбалетов но потом они кажется превращаются в пушку мы потом посмотрим а вот арбалет я его улучшил уже на второй уровень характеристики вот сами можете посмотреть такая прикольная вещь но почему-то я смотрю на меня атакуют с этой стороны они вина хотят сразу добраться до нее и потом сразу до замка потому что с этой стороны атак не было но не знаю я со временем может быть буду что-нибудь перестраивать здесь я вообще люблю красоту чтобы у меня каждое здание стояло на своем месте но я вот пример вот эти башни поставил сюда лучников сюда еще лучников поставил и наверное есть когда замок я улучшую на еще один уровень поставлю еще сюда но катапульту наверно уберу домик с этой принцесса это типа у нас героя давайте посмотрим герой ну вот она вместе с ней можно выходить на арену я ее постепенно улучшаю осталось еще два часа 44 минуты обязательно я вам сейчас покажу а так как он как она атакует ну а в принципе здесь есть тоже еще дополнительные ловушки вот эти ловушки они взрываются и его тоже нужно будет улучшать по максимуму потому что очень эффективно работает если они кучи бегут например вот если казну они уничтожат дойдут до суд до башни она взрывается и кто будет в радиусе вот чем давайте посмотрим ну где-то вот такой небольшой радиус у нее есть и то же прикольно я часто попадал тоже на арене сейчас посмотрим если попаду на нее я вгорю друзья пока я ничего такого еще не перестраивал потому что не вижу смысла так более-менее сделку это квадрат себе более-менее выставил их так ну и здесь у нас есть типа нашего штаба чем выше уровень так давайте мы попробуем показать сколько стоит 50 тысяч а стоит я его наверное сегодня на ночь поставлю потому что по времени у него 8 часов это многовато ну и чем выше уровень тем можете нанимать там больше воинов у меня на данный моменте 60 воинов нанимается так же с каждой казны по 30 штук потом замок я улучшу потом еще одну поставлю и будет уже наверное побольше до 90 штук уже будет поинтереснее так дальше здесь у нас можно нанимать заклинания вот я набрал этих шершней не знаю что это друзья честно говоря я не знаю английский не и даже не хочу читать ну какие-то насекомые это точно у нас к типа молнии потом со временем будет еще дополнительные я еще пока ничего не улучшал здесь у нас все улучшается давайте посмотрим конечно обязательно кто хотел посмотреть на этот вертолетик но я еще до него не дошел это нужно будет улучшать 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 это очень долго потому что вот есть еще воины дополнительные вот я могу уже начать улучшать вот пятый уровень даже сразу идет вот это может быть тоже поинтереснее 20 тысяч один час все вот эти я буду потом нанимать потом доберусь и до эликсира сейчас задача у меня прокачать воинов по максимуму и посмотреть как они в атаке и выбрать уже определенных воинов чтоб можно было бегать но я смотрю что рыцари сейчас неплохо атакуют так ну что друзья ну в принципе тут и все здесь больше ничего такого нету и говорю что чем не вот понравилось что тут все за золото строите арена шикарная можете выходить здесь если посмотреть само в самих настройках здесь если заходим это у нас идет по строительству вот то что здесь единственная проблема у меня сейчас пока два рабочих и рабочие видите стоит 500 рубинчиков этих дороговато я сейчас более-менее трачу всегда говорила что друзья никогда не тратьте эти рубины копите копите набирайте рабочих потом можете уже потратить а я нет я хочу чуть-чуть побыстрее построиться и все эти рубины трачу чтобы завершить тех же самых воинов побыстрее они там где-то около 7 минут строится 30 штук получается что где-то один рубинчик надо потратить на одну казарму так ну в дальнейшем конечно будет еще одна казарма будет прикольно ну а вот по рубинам здесь конечно друзья печально покупать я здесь тоже самое ничего не буду но посмотрим ну здесь еще далековато так ну и сейчас давайте посмотрим вот видите если как я живу за границей в испании то ведь цены у нас все идут в евро программа видит где нахожусь так здесь у нас все щит смотрите сколько стоит щит пятьдесят восемьдесят десять часов тридцать пять часов семьдесят часов ну и так далее многовато так ну а что тут еще в принципе показать здесь у нас идет типа лиги на каком месте я уже нахожусь чем выше здесь то же самое чем выше вы поднимаете типа боевой дух тем уже соответственно вам дают больше золота вот и меня уже сколько тут вот у меня 1200 я набрал уже мне на арене дают 20000 за бой это неважно и пробью его на три звездочки или я его уничтожу на одну главное добраться до замка и сразу бонус вы получите это мне очень нравится очень удобно есть чат но здесь чат в основном только видите американский не знаю надо будет написать может кто-то из наших есть ну не знаю посмотрим то же самое можно будет сделать себе свое братство братство стоит сто тысяч не знаю я еще не думал об этом ну а там уже будем смотреть что чего так ну что друзья здесь тоже самое есть у нас по заданиям выполняйте задания получаете эти рубины я вот жду когда у меня будет определенно вот 120 есть 100 и 120 тут потом наверное все таки куплю я еще одного строителя потому что это не жизнь двумя так ну и здесь все то же самое ну здесь больше ничего такого не вижу ну что друзья давайте сделаем одну атаку вот смотрите здесь у нас есть два вида атак здесь у нас идет как и в битве за трон карта мира и вот тут мы можем набирать золотишко тоже вот у меня видите здесь сейчас вот этот я еще не прошел все беру по одной звездочке пока собираю только золото здесь я пока сейчас не буду атаковать ну давайте я вам покажу приблизительно что тут есть на карте мира посмотрите какие есть города тут ну я тут не знаю 47 тысяч даже не знаю с какой стороны напал бы ну я бы наверное полез бы в атаку с этой стороны на кучу потому что тут есть башни вот это тоже не очень хорошо но не знаю с какой стороны но я буду попозже атаковать когда буду строить две казны Не две казны, а хочу улучшить два штаба еще. Он как раз стоит 50 тысяч. А мы давайте попробуем напасть на кого-то на арене. Поехали. Так, ну что, смотрим приблизительно, что у нас тут находится. Сразу смотрите, какое количество золота вас интересует. 13 есть, 14 есть, 27 есть. Ну давайте посмотрим, что на 27. Если мне город более-менее понравится, я на него нападу. Так, ну что, смотрите, это что такое? Это что, мой город что ли? Не понял, я что-то ничего. 27 тысяч было. Ага, не 27 тысяч. Ну ладно, давайте попробуем на 14. Что тут? Здесь нужно быть аккуратным, потому что тут очень много лазеек. Вот на такой город я пока бы, конечно, не рекомендовал нападать. Здесь много есть башен. И смотрите внимательно, здесь 12 секунд. Надо быстрее завершать бой, потому что если вы не нападете на него, вы боевой дух потеряете. Так, ну что, давайте попробуем все-таки где-нибудь поменьше. Здесь есть около 2000. Сейчас посмотрим. Да, вот на такой мы можем напасть. И нападем. С какой стороны нам нужно напасть? Сейчас посмотрим. Так, ну что, давайте мы заодно проверим, как работает наш закол. А вот давайте с этой стороны можно напасть. А ну-ка, сейчас я приближу. Где-то так, да? Давайте посмотрим, достает он. Да, достает. Ну, где-то так эти, не знаю, кузнечик или что это. Так, ну что, давайте проверим. Ну и что, и запускаем, как вот и в битве. Вот так запускаем. Можно так, можно по чуть-чуть. Можно вот так бегать. Вот так. Раз, 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 раз. Так, ну что. Атакует прикольно. Вот, видите, сейчас ловушка сработала. И половина воинов сразу жнях. Так, и все. Ну, я говорю, что задача, главное, замок уничтожить. Смотрите, катапульта неплохо. Ну, вот, в принципе, так. Рыцари хорошо атакуют. Давайте, давайте, давайте. Вот, видите, не успел даже. Ну, ничего страшного. Я получу все равно свой бонус. Это однозначно. Так, вот еще одна казна есть тут. Я в основном сейчас не особо нападаю на таких более сильных. Есть две тысячи золота. Да и хорошо. Потому что, соответственно, я все равно получу свой бонус за то, что я набрал боевой дух. Не знаю, сейчас посмотрим. Может, они успеют подбить эту башню еще. Хотя, навряд ли. Что, он не видит их, а нет? Ну, я говорю, что очень трудно. Если они сильно прокачаны, тогда да. А так, ну, видите, получилось мне ровно на три звездочки. Так, видите, и получаю я ровно 20 тысяч. Шикарно. Чем выше у вас боевой дух, тем выше вы больше будете получать золотишко. Так, ну, как видите, вот так вот набрал. Так, стоимость воинов давайте посмотрим. Если 75, я нанимаю пока только рыцарей, потому что они у меня максимальны пока на прокачке. И, видите, стоит один рубинчик, чтобы завершить. Так, ну и нанимаю второй же так же отряд. Ну, а в дальнейшем, конечно, посмотрим, какие войны у нас будут более-менее мощные. Может быть, я запишу отдельное видео, покажу вам, как работают вот эти войны. Ну, посмотрим. Ну, что, друзья, всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.